Друзья, всем привет! Вашему вниманию очередной обзор курс доллара на сегодня, на 4 августа 2020 года. Также смотрим нефть. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать свежие видео. И также прошу вас комментировать под каждым видео, излагать свою точку зрения, свое мнение по происходящему. Поэтому, чем больше будет комментариев, чем больше будет обмен мнениями, тем более полная картина будет для нас, для всех с вами. Конечно же, это все будет только на пользу. Итак, начнем сегодняшний обзор. Начнем с того, что вчера у нас рынок подрос. Вчера наблюдался некоторый позитив в целом на рынках. Индекс S&P 500 у нас вырос, индекс московской биржи. У нас также укрепилась национальная валюта российский рубль по отношению к доллару сушат. То есть, наблюдается некоторый такой прирост аппетита к риску. Собственно говоря, в чем основная причина? Дело в том, что вчера у нас вышли данные по индексу деловой активности в Штатах, в Еврозоне. Так вот, по итогам этой публикации, за последний месяц индекс деловой активности достаточно хорошо вырос. Можно сказать, даже рекордными темпами за последний год в Штатах. По факту он показал значение 54,2 пункта, тогда как предыдущее значение было 52,6. Более того, вчерашние эти данные оказались лучше ожиданий. То есть, это говорит о том, что деловая активность в Штатах потихонечку поднимается, заказы увеличиваются. И если поднимается деловая активность, то есть, развивается в целом производственный сектор, деловой сектор в экономике, то это подразумевает, например, увеличение спроса на ту же нефть, как следствие. Но, естественно, все это предвосхищает более-менее положительные результаты, то есть, деятельности компаний. И, соответственно, это все отражается в целом на экономическом росте в перспективе. То есть, все это в совокупности оценивают инвесторы, и, конечно же, они охотно начинают покупать бумаги, может быть, даже фиксировать какие-то свои позиции по, скажем так, активам-убежищам. То есть, грубо говоря, фиксировать позиции по золоту частично для того, чтобы высвобождать средства и делать переток их в более рискованные активы. Но я хотел бы еще отметить, что подобный индекс также был опубликован и по еврозоне. Там тоже наблюдается рост деловой активности. Предыдущий показатель был 47,4. По факту прирост составил 51,8. То есть, тоже достаточно неплохой прирост. И вообще, считается, что если этот индекс находится ниже отметки 50 пунктов, то это значит, что экономика этого государства или этой страны, то есть, там, где оценивается этот индекс, считается, то эта экономика, она находится, может быть, даже в фазе рецессии, либо в фазе спада так называемого. Если же он выше 50 и более того показывал прирост, то значит, наблюдается оживление экономики, рост экономики, ну и, понятное дело, оттуда все вытекающие последствия. Что характерно, хотелось бы отметить, что также был опубликован индекс деловой активности по России. Так вот, в результате он снизился на целый процентный пункт. Более того, мы с вами достаточно долгое время показываем результаты ниже 50 пунктов. Это говорит о том, что деловая активность в России крайне низкая и, соответственно, все это отражается в целом на интересе инвесторов к рискованным активам. Ну и, понятное дело, все это отражается на российской валюте в целом. Вот, что еще хотелось бы добавить? Давайте сейчас посмотрим на графики и посмотрим там с графической точки зрения, какова ситуация, какова картина складывается на сегодняшний день, на 4 августа и какие перспективы мы с вами будем оценивать. Ну и, кстати говоря, еще перед графиками, коротко по нефти. Дело в том, что по нефти у нас немного произошел рост, однако же вот этот рост, он опять-таки приостановился и по причине того, что все-таки сейчас рынок ожидает дополнительные баррели нефти в результате того, что ОПЕК плюс уже с августа месяца увеличивает добычу нефти. Вот эта квота по добыче, она снижена с 9,7 миллионов баррелей в сутки до 7,7 миллионов баррелей в сутки. Ну и, разумеется, отсюда все вытекающие последствия. Более того, у нас сейчас планируется завтра в среду статистика по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах Америки. Там, конечно же, пока трудно гадать, но, конечно же, есть предположение, что эти запасы немного сократятся по всем известным причинам. Мы эту причину обсуждали, я лишь только коротко повторюсь о том, что рост запасов нефти в США в предыдущие периоды был связан с тем, то Саудовская Аравия направила туда огромное количество танкеров еще весной текущего года, и эти танкеры разгружались. Последний танк был разгружен еще только в середине июля, и вот уже со второй половины июля уже саудовская нефть не поставляется в Соединенные Штаты Америки. Соответственно, предложение нефти на внутреннем рынке сокращено, поэтому есть вероятность, что дополнительные запасы будут снижаться. Тем более, мы с вами видели рост производственной и деловой активности в Соединенных Штатах Америки. И еще завтра у нас также будет опубликована статистика по рынку труда также Штатов, то есть сейчас рынок очень большое внимание уделяет именно этой статистике. И будет показана, какая динамика по занятым вне сельскохозяйственном секторе экономики. Если динамика будет отрицательна, конечно же, это все негативно будет оцениваться рынком, и, конечно же, все это будет отражаться на настроениях участников инвесторов, то есть на распродажах. Так, давайте посмотрим графики, посмотрим ситуацию в целом с графической точки зрения. Итак, начнем мы с вами с индекса S&P 500, это индекс широкого рынка американского. То есть мы с вами видим вчера небольшой прирост, по факту этот прирост составил чуть менее 1%, 0.72, о чем мы только что с вами сказали. Но хотел бы обратить внимание, что мы очень близки уже к своим историческим максимумам. То есть мы с вами видим прирост индекса, например, если мы посмотрим минимальное значение от марта текущего года, то фактически индекс вырос за последнее время практически на 50,5%. Это достаточно неплохой отскок, но есть, конечно же, достаточно серьезная вероятность, что вот этот вот отскок, он может быть застопорен вот как раз-таки у психологического важного такого вот уровня, который есть исторический максимум. Но, естественно, здесь, конечно же, добавляется настроение участников, это то, что движение индекса, это то, что здесь включается, конечно же, движение IT-сектора, Apple, Facebook и прочие компании Amazon, то есть те, кто представляет IT-сектор, они выросли буквально рекордными темпами и находятся на исторических своих значениях. Так, голд, золото у нас на последнее время остановилось, да, то есть мы также стоим на историческом максимуме локально. Ну, понятное дело, что мы с вами находимся у отметки 1974 долларов за тройскую унцию. Конечно же, вот этот взлет, вот этот рост, он предполагает некоторое снятие перекупленности, поэтому здесь фактически может коррекционное движение у нас с вами наблюдаться. Опять-таки, это лишь только с целью снятия перекупленности и еще, конечно, сюда добавим о том, что все-таки золото сейчас стоит, еще раз повторюсь, на историческом своем максимуме, да, то есть мы с вами видим вот такой вот локальный такой пробойчик вот этого последнего пика, который у нас сформировался еще в 2011 году. То есть, конечно же, необходимо каким-то образом разгрузиться, да, и поэтому здесь, вероятно, коррекционное движение мы с вами можем увидеть. Ну, а в целом, конечно же, золото в среднесрочную перспективу, по моему мнению, будет и дальнейшим польза спросом, тем более на фоне того, что все практически центральные банки мира сейчас буквально печатают без устали доллары, там, евро, то есть вливают деньги в экономику, но, естественно, при печатании денег дополнительных это все предполагает от будущую инфляцию, ну и, разумеется, спрос на золото. Так, нефть у нас остановилась опять-таки 43.85, нефть у нас, как мы с вами только что обратили внимание, немного вчера подросла, но, тем не менее, этот рост, он пока не говорит о том, что это был какой-то серьезный рост, серьезный всплеск позитива. Тем не менее, нефть у нас пока что находится в отметке 43 доллара, то есть ниже 44 мы торгуемся, и у нас есть сопротивление 45,5 долларов, то есть вот эта скользящая 200-периодная, она выступает некоторым таким вот предупреждающим барьером, выше которого пока нефть не прыгает. Но хотя вообще многие говорят на рынке, что вот эта текущая ситуация по нефти, она сейчас более-менее устраивает всех, она устраивает и саудитов, устраивает в целом ОПЕК, устраивает Россию, единственное, что это буквально на грани находится для сланцевиков, то есть если цена пойдет еще выше, то она просто-напросто активизирует сланцевиков, потому что им станет уже выгодно работать при цене выше, например, там 45 долларов за баррель. Естественно, все это повлечет за собой увеличение дополнительной нефти коим-кому сейчас не нужна. Но тем не менее, сейчас по факту мы видим рост, то есть вероятно, что сегодня этот локальный отложенный рост еще продолжится, потому что все сегодня будет отыгрываться, вот эта статистика, которую мы только что с вами выше упомянули. Но еще, конечно же, мы ждем запасы нефти. Запасы нефти, как я только что сказал, что могут сократиться, конечно же, они тоже формально окажут позитив для рынка нефти, ну и, соответственно, для котировок. Так, что касается у нас индексов коротко, индекс шанхайской биржи у нас подрастает сегодня, но даже условно говоря, да, конечно же, рост этот крайне низкий, крайне неуверенный, но тем не менее, плюс 0,1% прирост. А индекс японской биржи, да, Nikkei 225, сегодня второй день подряд у нас подрастает на позитиве. Индекс московской биржи также у нас имеет плюс символичных 0,6%. Но, тем не менее, вот этот плюс, конечно же, тоже, вот он, вот даже визуально смотря на вот этот график, он предполагает некоторое снятие перекупленности, поэтому здесь коррекционные движения вполне себе очевидны. Так, ну и по российской валюте, по российскому рублю по отношению к доллару, у нас ситуация складывается следующим образом. Значит, у нас вчера мы с вами увидели локальное вот это вот снятие, да, то есть мы с вами продажи увидели. В целом, эта ситуация укладывается вполне в абсолютно такой нормальный сценарий. Нефть у нас подрастает, рубль у нас, соответственно, немного укрепляется. То есть идет такое некоторое снятие, опять-таки, вот этого зоны перекупленности, о которой тоже мы с вами уже буквально вчера говорили. Теперь вопрос, до каких периодов мы можем с вами таким образом падать. Конечно же, вот это вот последнее, вот это вот 2 свечи, они в целом могут показывать некоторую такую вот медвежью разворотную тенденцию при вот этом вот росте. Опять-таки, если мы с вами будем смотреть перспективы, то, конечно же, мы с вами, возможно, пойдем на тест в район 72,2, да, ориентировочно я говорю. То есть в район 72 рублей за американский доллар, это наша локальная перспектива. Опять-таки, сейчас не будем делать поспешные выводы. Конечно же, в целом рубль достаточно слабая сейчас валюта. Ей мешает подниматься, во-первых, перспектива ухудшения счета текущих операций, там много об этом пишется. Если говорить проще, то экспорт будет меньше, чем импорт. Во-первых, это сезонное явление, во-вторых, оно действительно так и есть. Мы меньше стали нефть продавать на международном рынке. И, соответственно, вот этот фактор будет негативно оказывать влияние. Но, плюс-ка по всему, снижение активности ЦБ на рынке. То есть вот при той цене на нефть, о которой тоже с вами поговорили, вот это бюджетное правило, оно вроде бы не туда и не сюда. То есть ЦБ не покупает, не продает, потому что цена находится на, условно говоря, равновесном значении. А равновесное значение, там нефть, Юрлс, в отметке выше 42,5 доллара за баррель. Так, но и в целом по евро-рублю тоже мы с вами увидим вот такой вот откат. Потому что, в принципе, психологически мы, конечно, протестировали, практически приблизились к локальным максимумам. Поэтому вот эта тенденция откатная, она закономерна. Поэтому здесь, вероятно, по евро-доллару, пардон, по евро-рублю мы с вами, в принципе, можем увидеть откат даже в район 84,5 рублей за евро. То есть такой сценарий он вполне себе не исключен. Но в целом, в целом, все это укладывается в общую ситуацию, в общую канву, так сказать. Поэтому ничего здесь удивительного пока нет. Конечно же, риски сохраняются. Я считаю, что при откате доллара ниже, чем, например, текущих значений, это, конечно же, очень хорошие уровни для дополнительных покупок доллара. Для того, чтобы закиджироваться, грубо говоря, от будущих проблем. Тем более, вспоминайте сегодняшнюю статистику, вчерашнюю, которую только что проговорили. Российская экономика у нас, тем не менее, падает по отношению, в целом, если сравнивать с Европой или с той же США, с той же Америкой. Так, коллеги, на этом все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. До следующих обзоров. Пока.